Оператор проверяет техническую готовность к полету. Все системы в норме. На квадрокоптер устанавливают штатную радиостанцию Азарт. Она станет ретранслятором, через который будут связываться боевые подразделения. Квадрокоптер Сибирь-1 с ретранслятором на борту готов к запуску. Он обеспечит бесперебойную связь нашим военным. Ретранслятор в небе увеличивает дальность работы радиостанции на земле вдвое. Параллельно с помощью видеокамеры квадрокоптер может проводить разведку. Квадрокоптер, он очень легок в управлении. По нему никаких претензий нет. В данный момент мы эксплуатируем их только с удовольствием. И спасибо нашим ребятам, что придумали такую классную вещь. Спасибо, мужики. Неограниченная дальность в любой точке мира. Установленный на бронеавтомобиле «Тигр» мобильный комплекс. Использует спутниковую связь. В любой точке, она где встает, там и она встает в работу. Что телефонная связь закрытого типа и видеоконференц-связь. Мобильный комплекс без труда преодолевает любое бездорожье. Может обеспечивать связь на ходу. Подготовка к работе занимает несколько минут. И для этого не нужно даже покидать кабину. Прибыл в точку соотношения, готов к работе. Передвижная цифровая радиорелейная станция выполняет те же задачи, но в других объемах и при иных условиях. Для работы необходимо развернуть и закрепить радиомачту, высота которой без малого 20 метров. Несколько радиорелейных станций образуют сеть. Их антенны должны находиться в прямой видимости. Если рельеф позволяет, то интервал между станциями может достигать 40 километров. Таким образом обеспечивается уже беспроводная широкополосная радиосвязь. У радиорелейной станции в этом очень большие преимущества. Огромная скорость, скорость передачи. Не сравнить ни с чем, конечно, можно поспорить. Это оптические линии связи, но оптические линии связи оперативно на такие расстояния никак нельзя просто проложить. Чтобы избежать воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника, используются определенные частоты. Телефонная и видеосвязь проходят по закрытым каналам. Связисты Западного военного округа круглосуточно готовы выполнять любые поставленные задачи. Решение подбирается в зависимости от условий. И в зоне спецоперации от качества их работы напрямую зависит управление воинскими подразделениями и ведение боевых действий.